Всем привет! Сегодня у нас на обзоре американская премиальная жидкость перец. Поехали! Огромнейшее, огромнейшее спасибо магазину Хамам Вейп за предоставление данной жидкости на обзор. Ссылочка в описании. Жидкость перец имеет в своем арсенале аж 10 вкусов, как фруктовых, так и десертных. Доступные объемы 15 и 30 миллилитров. Вот в таких вот прикольных черных глянцевых непропускающих свет, непропускающих, то есть полностью тонированных баночках с красной прикольной глянцевой пипеточкой, без защиты от детей, но с защитой от первого скрытия, со слюдой, ну короче с термоусадочкой. Вот. Вот с такой вот длинненькой, хорошей пипеткой, слегка вот такой вот закругленный. Мне это, конечно, не очень нравится, но типа, знаете, в стиле перца очень прикольно выглядит. Стилизация и подача просто вау, просто бомба. ПГВГ 70 на 30. Доступные никотины 0,3,6. Ну это из того, что я знаю, по-моему, 0,3,6. Не буду врать, вот вроде так. Ребята, это американская премиальная жидкость, имеющая в своем арсенале аж 10 вкусов. Так что давайте не будем с вами задерживаться и пойдем их тестить. Поехали! Первый вкус это у нас Pisset of Iced Melon. Я не буду вам читать описание, я вам буду просто говорить свои вкусовые ощущения. Ну и в принципе я слегка знаю английский, так что я вам буду примерно говорить, что там должно было быть. Это должно быть свежей дынькой. Пробуем. И да, ребята, это кальянная свежая дынька. На вдохе я чувствую просто свежесть, типа кулатки, которые вот прям вот заходят. И на выдохе сладенькая прикольная дыня. Если вы пробовали в кальяне дыню, вот она примерно вот такая же. Очень прикольно, здорово. И самое интересное, почитать там прикольно расписанные описания вкусов, то вы можете зайти на сайт hamamvape.ru и прочитать там, что вам мешает. Я не хочу просто растягивать обзор из-за того, что я буду долго читать описания. Но они прикольные, почитайте. Блин, ребят, я не знаю, что с ними. Они текут, конечно, блин, вот это прям, ну, косичело. Вы посмотрите, у меня все, вот я просто открутил, они, блин, текут. Эти баночки реально текут. То есть, знаете, бывает просто иногда, просто бывают какие-то подтеки и все такое. Но здесь вот они прям вот, ну они реально текут, это прям. Следующий вкус это Sour Sweet Balls. Собственно говоря, это должны быть кисло-сладкие шарики. Скорее всего, кисло-сладкие всякие жвачки. И знаете, на вкус очень напоминает, знаете, вот есть автоматы, в которые ты засовываешь 10 рублей или 5 рублей, которые тебе выдают потом такие вот, как раз-таки вот эти вот кругляшки, кругляшки-жвачки. Вот, очень похоже, прям почти один в один. Очень приятный вкус, он реально, он слегка кисленький, слегка сладенький. Немножечко жвачечки, очень прикольно, очень выверено, очень интересный вкус. Я такой ни у кого не пробовал. Это именно, вот знаете, кислиночка и немножечко сладости. То есть, вот это, это именно вот эта вот жвачка, которую ты вот заплатил, достал, скушал, тебе нравится. Следующий вкус это Watermelon Field Uncle Perets. Собственно, тут написано то, что это поле арбузиков дядюшки перца. Вот, я читал там описание, там какое там, типа, это поле арбузов, все такое. И знаете... Опять, опять я чувствую кальянный арбузик. Но это такой, знаете, приятный арбузик. Знаете, такой приятный арбузовый сок, что ли. Приятный, вкусный вкус. И тут именно арбузик немного такой, знаете, приторненький. То есть, это не та приторность, которая меня бесит. То есть, это вот стадия, вот почти, почти меня бесит, но мне нравится. То есть, это вот прям... Он слегка терпковатый даже, не приторный, он терпковатый. Да, то есть, я вдыхаю, чувствую вот эту небольшую терпкость и выдыхаю именно вкус арбуза. Это очень прикольно. Вы знаете, когда у вас уже арбуз чуть ближе к корке, когда он слегка пожёстче и уже не такой сладенький и сочненький, вот это вот именно тот самый вкус. Brazilian Fruit Basket. Бразильская фруктовая корзинка. И знаете, это просто мультифрукт. Сок мультифрукт. Один в один. Вот знаете, вот вы пьёте сок мультифрукт, знаете, даже... Блин, не могу вспомнить, но знаете, есть всякие вкусы, типа какой-то вкус с мультифруктом. Вот это вот какой-то вкус с мультифруктом. Но это однозначно, как знаете, сок мультифруктовый, вот добрый мультифрукт, ещё что-то. Вот мультифруктовый сок. Я такое тоже нигде не пробовал. Это прикольно, это здорово, это интересно. Блин, вот фруктовые вкусы, вот каждый я пробую, каждый интересный, каждый мне нравится. То есть, это то, что я просто не пробовал до этого. Это интересно, это необычно. Как будто выпил мультифруктовый сок. Прикольно. Фреш драгон фрукт. Вот у меня он, пятнашечка. Блин, не знаю, мне нравятся пятнашечки, они очень миленько выглядят, они такие прикольненькие, вот. Это драгон фрукт, пашен фрукт, то есть драконий фрукт. Мне нигде он не нравится. А здесь нравится, он прикольный, как будто тут есть ещё немножечко лайма что-ли, или что-то такое. Он очень сочный, прям, знаете, вот это прям летний вкус. Вот, знаете, я люблю именно вот такие вот летний вкус. То есть, сейчас очень многие, очень многим нравится Малайзия. Нет, бесспорно, Малайзия очень крутая. Но Малайзия добивает своего эффекта благодаря куладе. Да, там потом и сочное послевкусие, и все дела. Но, ребята, вот этот драгон фрукт, это именно вот этот вот сочный вкус. Он очень сочный, это прям вот ты затягиваешься, прям вот как будто опять какой-то ты сок пьёшь. То есть, это прям вот, ну, вау. Это вот как будто лайм с небольшой терпкостью, и при этом это очень сочно. Кстати, ребят, насчёт никотина, у меня все, по-моему, трёшечки, да. Никотин приятный, по горлышку не бьёт, но я уже чувствую, вот я попробовал пять вкусов, меня уже слегка напаривает. То есть, вау, голова уже слегка просто идёт ходуном. Знаете, лично я вообще люблю, когда всё-таки жишка немножко бьёт по горлышку, знаете, слегка щекочет его. То есть, вот этот никотиновый ТХ мне нравится. Здесь его вообще я не чувствую, то есть, да, вот вообще не чувствую. Я обычно парю всякие трёшечки, полторашечки, вот в районе того, и здесь я вообще не чувствую никотин. То есть, обычно мне трёшечка слегка щекочет горлышко, здесь такого нет. Ох, ребята, это трудный обзор, очень жарко. На улице лето, у меня полностью открыто окно. Это, конечно, капец. Ребята, с фруктовой, с фруктовой составляющей, с пятью фруктовыми вкусами мы с вами разобрались. Переходим к десерту. Начнём мы со стробери, банана, смузи. Ребята, я не перестану грешить на эту жидкость. Смотрите, она течёт. То есть, это не я заставляю её течь. Я вот просто прокапался, она течёт. Это хреново, серьёзно. Даже с английского языка всё и так понятно. Клубнично-банановый смузи. Приятный, но я здесь чувствую много банана. Почти не чувствую клубничка. Клубничка здесь на отдалённом плане. И смузи всё это такое вот, ну, прям вот смазанное. Всё вот это вот со сливочками. Банан, клубника со сливочками. Всё это в блендере заделано. И, блин, вот это именно тот самый вкус. Опять же, я такого вот, я много пробовал всяких клубник с бананом. Такого я не пробовал. Это тоже прикольно. Это тоже интересно. Блин, я не знаю. Это прям какой-то открытая реклама. Кроме того, что они, сука, текут. Я не устану об этом говорить. Следующий вкус это йогурт with latino spiches. И единственное, что я могу сказать плохое насчёт этого вкуса, то, что у меня его всего лишь 15 миллилитров. Это йогуртовый персик. И это, ребята, это вот именно тот самый, вот знаете, вот вы берёте всякие, вот я не знаю, Данисима, ещё что-то. Вот прям с кусочками персика. Вот прям ты берёшь этот жирнющий йогурт. И прям это жирнющий, вкуснющий йогурт. Это прям сказочный вкус. Я такое тоже нигде не пробовал. Тут именно персик, вот именно вот этот вот, именно персик. Вот знаете, вот это именно йогуртовый персик. Именно, то есть, когда ты просто ешь персик, там другой вкус. А вот именно, когда ты в йогурте берёшь этот кусочек, Вместе с йогуртом зачерпываешь И вот с ложечки съедаешь Это вкусно, это очень вкусно И почему, ребята, вы мне дали только пятнашку Вот это очень вкусно Мне очень жаль, что у меня вот только 15 миллилитров Следующий вкус это Крим крекер фром овел Овен, вот Прям вот вы когда открываете, вы нюхаете И сразу вы должны узнать этот запах Это, ребята, сказка Это один из топовых для меня вкусов Это, знаете, вот эта вот вафелька у пломбира Я, блин, я устал хвалить эту жидкость Тут нету для меня аутсайдера Все вкусы крутые, блин А это, ребята, это Вот, знаете, вот эти вот рожки Не рожки, а стаканчики Стаканчики, ты когда вот откусываешь мороженое Вместе вот с этой вафелькой Это вот именно он Это вот именно вот эта вот вафелька Это, ребята, это сек Почему перец? Почему? Почему ты, сука, настолько сильно течешь? Вот почти каждая вторая банка у меня течет Ребята, это что-то Я не знаю, ребята из перца Меня, наверное, не услышат, но, блин Так, все так клево Ну, сука, почему вы течете? Предпоследний вкус Это Грэндма Бэкет Банана Брэд Я устал хвалить эту жидкость Но это круто! Ребята, правда, каждый вкус Это очень круто Грэндма Бэкет Банана Брэд Это охренительный Поджаренный банан И чувствуется поджаристая корочка хлеба При том, что она не пережаренная Вот знаете, когда вы в тостер кладете Вот знаете, вот есть специальный хлеб для сэндвичей Вот не дешевый, а который там еще там Ну, у них много линейки есть всяких Который такой вот белый И вот у него вот такая светло-коричневая корочка Вот именно его, когда вы кладете в тостер Оттуда вы его достаете Вот я такой хлеб для сэндвичей использую Но это хлеб, он для сэндвичей есть Вот Из тостера Это он И банан Запеченный банан Я не очень люблю банан, сразу говорю Но Это именно тот самый банан Который очень крутой Это именно я не знаю, как это Я знаю то, что Я общался с владельцем магазина Хамам Вейпи Он мне говорит то, что Типа вот нам даже ребята присылали рецепт Вот из перца Мы пробовали Да, вот это именно тот самый вкус Последний вкус Don't smother Ванилла кофе Ребята, я не люблю Не люблю кофе Не люблю оттенок Ну, то есть Вообще, само кофе я люблю Мне не нравится ни одно кофе Ни в одной жидкости Здесь оно, опять же, крутое Вот Многие вкусы, которые я не люблю Здесь почему-то крутые Вот именно здесь вот Кофе, это знаете Это вот капучино Которое где-то Которое, знаете Чуть более терпкое То есть Ты тут чувствуешь Тут чувствуется на вдохе ваниль То есть Ваниль, молочко Что-то такое И на выдохе чувствуется Запах Вот именно Когда вы нюхаете кофе Именно Зерна кофе Это именно тот самый запах Очень классно Не на постоянку Но именно Как кофейная жижка Очень приятно Очень приятный вкус Ну что же, ребята Вот я и познакомил вас С жидкостью перец Итог Это очень вкусно Каждый вкус По-своему крутой По-своему вкусный Все очень прикольно Дизайн Этикетка Пипетка Все прикольно Все классно Все стерилизовано Все здорово Но сука Самый огромный минус Этой жидкости Вы знаете Есть жидкости Которые просто Подтекают Иногда Эта жидкость Прям сука Течет Вот это Это единственный Ее огромный Огромнейший минус Цена 1690 рублей Более чем оправдана Ребята Это именно Американский Очень вкусно Я прям Рекомендую Всем попробовать Но то что они текут Я даже не знаю У меня очень смешанное мнение Потому что Вот реально Из-за того что они текут Очень сильно портится От них впечатление Вот все клево Когда я ее только получил Я думал Все Вау Очень здоровски будет Но сука Это они текут Но очень вкусные И Во мне борются Просто Два человека Человек Который просто Тащится от вкусов И человек Который просто Бомбит Из-за того что Это блин Они текут Ну что же Ребята На этом все Не забывайте Подписываться на канал Ставить большие пальцы Вверх Оставлять комментарии Не забывайте Вступать в паблик Вейбункер Вконтакте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok